Как избежать срывов после бариатрической операции, вы узнаете о моих способах решения данной проблемы. Меня зовут Евгений Пугач, добро пожаловать на мой канал. Те, кто меня знают, знают, те, кто меня не знают, я тот, кто прошел две бариатрические операции. Я не являюсь дипломированным врачом, у меня нет медицинского образования, но я, как я уже говорил, перенес две бариатрические операции, у меня есть колоссальнейший опыт, так что буду рассказывать его вам и делиться с вами своим опытом. Значит, ребят, у нас, как у бариатриков, есть небольшие проблемы. У кого большие, у кого не очень, но все-таки проблема есть, и давайте говорить про нее открыто. Это срывы. Какие срывы? То есть иногда мы можем кушать много, иногда еще всякое такое происходит у нас, потому что любой бариатрик, тот, кто принес бариатрическую операцию, он иногда считает себя неким человеком, который обделенный, чего-то нам не очень хватает. Я уже это прошел, да, и я знаю, как с этим бороться и как этого избежать для себя. Я конкретно делюсь своим опытом, но вы, я думаю, найдете в этом видео для себя очень много нового и интересного. Значит, смотрите, у нас, у бариатриков есть такая штука, что вот когда вот все жрут, да, ты сидишь и ты не можешь жрать. То есть я уже не считаю себя, скажем так, обделенный в чем-то, да, это нормально, я научился принимать это все, и как бы я с этим уже не борюсь, у меня все хорошо. А все это почему? Я, как бариатрик со стажем, нашел для себя решение данной проблемы, это хобби. У меня есть два небольших хобби, кроме того, что я снимаю для вас некое видео данное, которое вы смотрите. Я тоже считаю это как хобби, но давайте, скажем так, YouTube и прочее опустим немножко ниже, я буду рассказывать, какие хобби нашел для себя я. Это две вещи. Это рыбалка и металлоискатель. Я живу на берегу Средиземного моря, я могу позволить себе практически в любой день после работы, допустим, или вообще просто одеться и пойти с металлоискателем на пляж. Нет, я не ищу ножи, вы просто выйти из дома, немножко поменять обстановку. Или же рыбалка, к примеру, взял удочку, взял стул классный, пришел, сел и все. С одной стороны, когда ты на рыбалке, ты психологически отдыхаешь, да, а когда я хожу с металлоискателем, я двигаюсь, но в моем случае двигаться очень много запрещено, поскольку у меня год с плюсом того назад был инфаркт, и мне в моем конкретном случае, обычно после инфаркта надо много двигаться и ходить, в моем случае, наоборот, много двигаться не совсем полезно. Поэтому если я беру металлоискатель, я иду на море то же самое, или в поля, это не важно. Я, как правило, это не делаю в светлое время суток, из-за чего? Потому что в Израиле очень сильно солнышко и жарко, поэтому я это делаю по ночам или же после обеда, когда уже солнце спало, могу пойти и поискать. Ребят, хобби для любого бариатрика, это прямо крайне важно, потому что если вы не найдете себе хобби, вы начнете слишком много думать, да, и начнете себя жалеть. Ни в коем случае себя жалеть не надо, мы сделали эту операцию для того, чтобы у нас было все хорошо, чтобы мы избавились от личного веса и чувствовали себя комфортно, ну и, естественно, продлили жизнь. И я вас прямо призываю найти для себя какое-то хобби. Я не говорю прямо «берите мои хобби», вот как у меня, да, найдите конкретное для себя хобби. А в чем еще основная проблема? В том, что у очень многих бариатриков, особенно у женщин, есть такая штука под названием или наркотики, или алкоголизм. А как мы знаем, женский алкоголизм, он неизлечим, поэтому не надо в это попадать, потому что, ребят, эта проблема, надо просто про нее знать. Я не понимаю, почему большинство тех, кого я смотрел или смотрю, про это молчают, про это не говорят, но это очень важно. Потому что если вы не найдете себе хобби, это может на вас плохо отразиться. Вы будете искать себе замену еды во всяком разном, и не дай бог это будут или наркотики, или алкоголь, потому что алкоголя может быть очень много. И пытайтесь этого избежать. А особенно те, кто сделали шунтирование желудка, для нас 3 рюмки, 4 это все. Это как будто ты выпил бутылку водки, потому что опьянение у нас происходит крайне быстро. И очень сильно. Да, оно проходит минут через 40 примерно. Но все-таки. А если мы еще будем пить, как мы знаем, если мы говорим про водку, допустим, это очень калорийно. И ни в коем случае. То есть мы еще можем из этого поправиться. Кстати, те, кто не делает бариатрические операции, кто хочет худеть, он должен полностью отказаться от пива, от водки, потому что это очень крайне калорийные продукты. Поэтому, ребята, найдите себе хобби. И вы так сможете избавиться от всяких психологических проблем. И, кстати, можете посмотреть на статистику. Я когда-то наткнулся. Очень много самоубийств после бариатрических операций. Это надо тоже понимать. Поэтому, чтобы мы могли себе поставить голову на место, я советую, если вы видите, что у вас начались такие проблемы, то не надо с этим ждать. Лучше обратиться к специалистам, к нормальным психологам, может быть, даже к психиатрам. Но чтобы избежать этого, если вы это видео смотрите, и вы еще до этих проблем, тфу-тфу-тфу, то, пожалуйста, найдите себе хобби. Займитесь чем-то тем, что вам действительно нравится. То, от чего вы получаете удовольствие. Это может быть вязание, это может быть все, что угодно. Или же самый классный вариант, который могу предложить, в принципе, для вас я, это вступить к нам в группу. В телеграмм, который вы можете сделать в каждом ролике, ссылка есть на вступление в группу. И откройте себе канал на YouTube, TikTok. Неважно, рассказывайте, делитесь с вашим опытом. А почему я все-таки зову вас к нам в группу, объясняю, когда мы вместе, мы сила. Если кому-то из вас плохо, вы можете написать о ваших чувствах в группе. Я на это могу ответить. Другие члены группы, мы сможем поговорить с вами. И я прямо говорю, ребята, не скрывайтесь. Не надо этого бояться, не надо этого стесняться. Поймите, вместе мы сила, поэтому давайте общаться. А кроме этого, ребят, найдите себе какое-нибудь классное хобби и пользуйтесь им на здоровье.